наш эфир продолжает программа эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день сергей ну прошлый раз мы с вами условились что вы нам поведаете о том как обстоят дела с антисемитизмом в европе вот если можно я с удовольствием отвечу положительно на это предложение только уточню что вряд ли можно говорить о каком-то особом антисемитизме в европе я думаю что это тот же самый антисемитизм который развит в атмосфере современного мира а даже может быть и не сегодняшнего дня разлита веками просто его насыщенность его густота если хотите меняется но он всегда остается достаточно агрессивным так вот сегодня разумеется мы наблюдаем колоссальный всплеск антисемитских настроений и в европе и в америке и объясняется это рядом фактор во первым изменением демографического состава и в европе по-своему и в америке доля не европейского и в частности мусульманского населения резко подскочила вверх в среднем по европе сейчас доля мусульманского населения составляет от 8 до 11 12 процентов это достаточно много если учесть что подскочила она буквально в последние 10 лет с половинных значений подскочил это одно обстоятельство другое со времени холокоста со времени еврейской катастрофы шоа прошло много лет 70 лет события эти выветриваются из памяти значительной части европейцев и американцев и чем больше они выветриваются чем больше эти ужасы воспринимаются как какой-то аспект литературы даже не современной а классической уже почти тем меньше веры в них тем больше релятивизируется их значение их человеческое содержание тем труднее вникнуть людям в реальную человеческую трагедию того населения как еврейского которое тогда просторы европы заполняла собой и разумеется выскакивают на поверхность как чертики с табакерки всякого рода сомнения ну например а почему это 6 миллионов погибло какая-то странная круглая цифра на слишком круглая для того что она могла быть верной а может 6 миллионов 100 тысяч а может все-таки 5 миллионов виде 900 тысяч а может быть и меньше значит получается что цифры которые нам были даны которые были воспринимались нами как данность которая не подлежит сомнениям это почти как вероисповедальное таинство это почти нечто священное неприкосновенное так эти цифры стали разумеется предметом споров не всегда академических иногда и вполне трактирных ресторанных и прочее есть много подобных причин антисемитизм перешел из разряда таких бытовых я бы сказал суеверий в разряд сегодня академических споров один британский профессор имя которого я забыл но это и важно заявил давно пора перестать стыдиться своего антисемитизма ведь поймите все это время в европе было считалось приличным все таки стесняться этого если кто-то чувствовал в себе антисемита это совершенно невозможно исключить существует не любовь неприязнь кого-то к татарам кого-то кавказцам кого-то кормяшкам кого-то к евреям естественно так вот если раньше было стыдно признаться в этом чувстве ты сейчас говорят уже европейские академики а почему стыдно это теорема как все другие требуют решения давайте думать многие евреи пытаются полемизировать с этим социологических каких-то исходных позиций они пытаются доказывать что то что говорят антисемиты и евреи это неправда это все выдумки трендеж и так далее это все из области вымыслов причем позорных таких которых надо стыдиться вы знаете со времени полемики иосифа флавия с опионом вся полемика сосредоточена в тонкой книжице под названием противопиона в которой иосиф флавий полемизирует с суевериями антисемитскими двухтысячелетней давности опион это философ александрийский философ греческого происхождения естественно как все александрийцы который доказывал примерно тоже здесь поразительно неизменность посылу что доказывает современный антисемит там что иудеи это вообще не народ а сборище каких-то больных болезнь меняется по ходу дела если раньше это была лепра потом чума сегодня как и парша там черти знает что это неважно доказывал что эти евреи занимаются такими-то 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 черными делишками и иосиф флавий полемизировал на социологических основаниях я подчеркиваю бессмысленность такой полемики и пили полемизировал блестяще но если за две тысячи лет подобного рода полемики не возомнили действия и любые ссылки на реалии мира не имеют никакого действия но попробуйте на фактах показать и доказать убежденному антисемиту что евреи отнюдь не потому становились расставщиками что были к этому склонны к расставщичеству к росту дачи денег в рост а просто потому что христианам было часто запрещено и все-таки каждый из вас кто был в сиене и видел там за прекрасное здание сиенских банков и читал там надписи здесь появился первый банк в мире и содержали этот банк кардиналы курия папская католическая церковь содержала эти банки и такие аргументы вам не помогут они бессмысленны против чего-то что имеет гораздо более глубокое залегание рассказы о том что евреи не пьют христианскую кровь и не заделывают мацу этой кровью бессмысленны они никого еще не за две тысячи лет не убедили а значит аргументировать этим образом не имеет никакого смысла мы апеллируем или а эти люди апеллируют к рацио к рацион к рациональному пониманию вопроса а это же не рациональное иррациональное и когда говорят антисемиты но почему вас евреев никто и нигде не любит но раз все не любят значит для этого есть причины и не сомневайтесь такие причины есть на только искать их надо не там очень хороший и очень сильный ответ уже примерно век дает еврейское сообщество миру по этому поводу буквально на днях в организации объединенных наций там где проходила проходил такая ассамблея созванная арабскими или мусульманскими государствами и европейскими странами ассамблея которая добивалась бойкота государства израиль за его военные и прочие преступления апартеид и так далее и так далее так там выступила израильская представительница миряновок и блестящим блестящим образом разбила все их аргументы разумеется со ссылкой на реалии мира она перечисляла списки еврейских гениев и что они дали миру и так далее и факт что евреи составляющие 0,2 процента человечества дали миру 32 процента лауреатов нобелевских премий все это повторяю безнадежно хотя и требует неизменного повторения снова и снова но повторение которое бы не исходило из того что евреи могут кого-то переубедить потому что основание у этого явления гораздо более глубокие еврейство если мы сейчас переходим а да еще вернусь все-таки к выступлению мирям новак которая закончила его блестящим образом тем чем можно на современном языке парировать эти обвинения не впадая в метафизику которую я с удовольствием впаду через минуту так вот она сказала она привела цитату из жаль что у меня с собой нет текста из заева жаботинского заева жаботинского под именем владимир жаботинский прекрасно знали почитали в россии в начале двадцатого века а такие люди как ленин не хочется даже называть тем не менее ленин считал жаботинского в россии где тогда жили геляровский прочие гении слова русского он считал владимира жаботинского вообще лучшим публицистом россии который когда-либо жил в этой стране так вот блестящий этот человек ставший основателем так называемого ревизионистского сионизма очень боевой части сионизма который который не удовлетворялся покупкой земли а настаивал на том что земля не политая собственной кровью никогда не будет вашей писал жаботинский так вот в своей статье еще в россии российские годы прежде чем совершить аллею в тогдашнюю палестину жаботинский писал что мы совершенно не интересуемся тем кем мы выглядим в ваших глазах мы себе хороши и этого нам достаточно оставьте при себе свои высказывания о нас мы не станем просить у вас право защищать себя и своих детей мы это право просто возьмем потому что без него мы не сможем жить так вот это блестящая речь тоже я полагаю никого не убедила тем не менее стоит все таки задуматься ну как ответил на вопрос ну почему все не любят евреев какова собственно судьба и предназначение этого племени в этом мире она совсем не так просто я перехожу к 3 к третьему уровню если хотите размышления это конечно же уровень метафизический вообще метафизика это взгляд на историю который утверждает что аналогичная ситуация в истории часто повторяется повторяются и вызывают аналогичные такие же реакции человеческого общества в этом смысле историю по кругу повторяя свои исходные ситуации и ответы на нее так вот метафизика говорит что разумеется у евреев есть свое предназначение и предназначение это давать миру возможность чувствовать себя в какой-то гармонии в сохранности в органике с окружающей его человечества действительностью этого не просто достигнуть мы сейчас видим такую такую ситуацию когда мир оказался в чащобе в темной безысходной чащобе и нет света в конце туннеля и нет просвета среди деревьев весь мир кажется себе заблудившимся да он и на самом деле заблудился в этой чащобе но он человек же не может повеситься или выпрыгнуть из окна высотки он должен постараться придумать что есть какой-то организатор этой ситуации что кто-то ответственен что кто-то нас завел эту чащобу весь наш нормальный человеческий цивилизованный мир и кто но кто может кто может сыграть эту роль вот этого противоположного полюса если хотите ангела зла если хотите чему-то противостоящему нашим представлениям но имеющий принципиальное организующее значение для того чтобы человек вообще выжил чтобы он чувствовал себя в равновесии каком-то он должен как это называется отчуждить отчуждить свою вину и и и присвоить другому друг существо другому народу другим людям которые и несут ответственность и вот кто же несет ответственность несут ответственность евреи потому что они эту судьбу принимают очень важно здесь понять что это не то сообщество не то племя которое говорит что вы нам накладываете это бремя на плечи которая невыносимо есть поговорка что бог накладывает только такое бремя который человек может вынести а еврейский народ вообще играет в истории человечества роль вот такого сообщества готового взять на себя бремя это и бремя вины и бремя искупления и бремя противоположного полюса который страшно страшно важно для душевного равновесия человечества человек хочет чувствовать себя добрым милым и так далее и вложить это время в кого-то другого еврей как нельзя лучше подходит исторически подходит здесь я вспомню собственно зачатки еврейских взаимоотношений с господом богом я напомню слушателям загадочную книгу и ова книга его текстуально одна из самых древних а многие говорят вообще самый древний текст эти книжи самый древний текст и он оказывает историю спора между богом господом богом и тогда еще его придворным ангелом правой рукой люцифером дьяволом сатаной если хотите поспорили они о том крепка ли вера иудеев своего бога и бог предложил вот возьми вот там иов иова в пути лица своего возится на поле или там со скотом давай его возьмем и проверим и вместе сатана стал придумывать различное наказание для него а господь бог сначала отвечал справиться он с этим и постепенно у несчастного иова и пойдешь скота и свиная чума и болезни лепра жены и смерть всех детей и его полное обнищание и он сам заплевает и вопиет господу за что я же самый верный из всех верных я же исполняю все приказания молюсь и так далее и за что ты накладываешь на меня это время и господь бог сжалилась сжалился над несчастным иовом и сказал ладно я проиграл вернее я проиграл эту этот спор но я предлагаю отказаться от дальнейшего спора и его откажется от веры мне же не хочется убивать человека ради нашей игры и что же произошло произошло невиданное потому что его сказал господу я не откажусь ты как хочешь а я не откажусь он впервые в истории поставил мистический вопрос о том что вера ему нужно может быть больше чем сам бог ему нужно верить вот это основа как бы еврейская вера но это вера их то что он выйдет уже сдюжет что он перенесет любое в этом смысле любое время и даже время отверженного время человека который берет на себя все вины человечество все долги человечества вот а роль ведь давайте вспомним если быть прошу прощения еще пару пять шесть минут историю иисуса и иуды ведь мы же знали всегда я во всяком случае в истории литературы знал что существует евангелие от иуда его не могли долго найти в нем повествуется с точки зрения иуды та же самая история примитивнее и проще всего сказать вот добро вот зло и удалить творят зло кстати за столом последней вечерей сидели два иуды дух два человека по этому имени один был родным братом иисуса а второй иуда из города искариот так вот это не иуда дал поцелуй иуды иисусу а иисус подозвал иуду к себе и сказал ему потому что он поцеловал иуду и сказал ему только ты сдюжишь потому что для моего для моей истории чтобы она звучала настолько убедительно чтобы она убедила человечество чтобы мы могли обратить в христианство человечество для этой истории нужен предатель любой литературовед вам скажет что история без предателя который придает положительного героя это не история это банальность это моральный кит что называется нет нужен предатель но кто кому можно доверить такую нечеловеческую роль только тому кто верит больше чем сам господь только тому кто берет на себя ответственность за все судьбы человечества сможет взять потому что сдюжит и иисус дал ему поцелуй поцеловал и сказал на гефсиманской горе сегодня один из вас предаст меня но если он знает кто и знает что к чему весь этот рассказ до к тому что иуда ведь не ради 30 сребреников предал иисуса нет он взял эти сребреники как повествует библия выйдя из дворца бросил монеты в пыль дороги а сам пошел и повесился это никак уж никакая не корысть это вообще фактически отвергает весь предыдущий смысл и оставляет только тот который заложен но глубоко заложен в этой истории это иуда берет на себя прегрешение и главное для того чтобы религиозный рассказ был завершенным и действовал совершенно стопроцентно на слушающего слушателя на на слушающие народы для этого нужен предатель это может взять на себя только еврейский народ ни один другой не сдюжит и не случайно он выбирает иисус выбирает человека по имени ягуда еврей и не случайно понти пилат говорит каифе кровью упадет на тебя и детей твоих и потомков твоих и каифа как мы знаем от булгакова это сочинение но булгакова же совершенно мистический вкус в этом смысле и каифа говорит послушай прокуратом как беспокойно шумнет иерусалим не советую тебе связываться с нами с этим городом и понти пилат понимает что это не шутка то есть готовность принять на себя эту роль я не говорю звену долги но роль непосильную не для кого другого она типична для еврейского народа поэтому то и можно было как бы доверить ему все бессмыслицы предрассудки все на придуманное вокруг только потому что знали что он сдюжил сдюжил голов кост сдюжил смерть миллионов невинных людей и что интересно после ло коста после концлагерей не было случаях случаев конвертации они были массе в 19 веке в начале двадцатого перехода из иудаизма но после концлагерей никто не переходил очевидно вот метафизическое предназначение было так сильно что они почувствовали что здесь невозможно отрекаться от себя даже бы было отречение от себя от своего удела эту дело это судьба она достаточно интересно ничего интереснее по моим представлениям вообще не существует чем причастность к этой истории один мой совершенно опростившийся давно от всякого иудаизма человек мне сказал когда он обрезал сыновей он по матери людей и сказал мне что я не хотел лишать мальчиков причастности к еврейскому уделу к этой судьбе это же великая причастность понимаете она сама интересна для каждого чувствующего немножко фабула чувствующего литературу так вот это и есть это есть ответ который нужен даже должен быть основан прежде всего на понимании если мы будем исходить из понимания мы не станем уверять людей что там евреи не запекают в мацу крови это все сделки нужно нужно иметь это понимание и исходящую из него гордость вот это то что сказал же ботинский мы сами себе хороши и этого нам достаточно ваши оценки нам безразличны вы не сдвинете не не сдвинете нас с места потому что как закончил же ботинский прекрасно мы раньше пришли и мы позже уйдем возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 если у вас есть комментарии или вопросы милости просим звоните ну а пока мы наверное перейдем к оценке положения или к оценке положения или ситуации соединенных штатах америки наиболее может яркие какие то события которые произошли хотя яркими события которые происходят над хотя есть одно да вот дональд трамп как бы вновь вступил на политике вышел на политическую арену после выборов впервые так сказать на съезде партии в северной каролине если не ошибаюсь выступил с речью давайте ваши оценки разумеется сейчас ситуация такова что существует подозрение что нынешние власти америки готовы арестовать трампа по финансовым объявлениям по обвинениям по обвинениям в планении от налогообложения скрытие налогов и прочее и прочее это было бы не видно это был чудовищно особенно в ситуации когда победа байдена подвергается сомнению достаточно серьезному в этой ситуации человека за которого проголосовал 80 тысяч американцев скорее всего 75 по официальным данным арестовать по такому смешному подозрению ситуации когда миллиарды там транжирятся бог знает на что это было бы чудовищно но это было бы а в логике действий нынешнего правительства нынешнее правительство сейчас американское находится в отчаянии и это не моя мысль высказывают американские политологи в отчаянии по той причине что пока не удается протолкнуть ни одно из начинаний этой партии и ни одно из предвыборных обещаний байдена то что байден вполне успешно выполняет обещание трампа само по себе кажется смешным и жалким со стороны байдена который говорил что все что делает трамп неправильно а сейчас пытается доказать что собственно это и было правильно но только благодаря нему это он имеет заслугу его главная заслуга в том что у нас на границе построена стена и он может быть ее будет достраивать но для нормального человека можно было бы только покрутить пальцем улба но современная нынешняя америка это не для нормальных людей как говорится тут надо иметь особую закваску так вот все начинания трампа фактически доведены до конца или до абсурда байденом точно так же как скажем приводившая европейцев состояние возмущения гнева и даже слов не подберу чего а именно то что детей нелегалов без родителей заключали в клеточные такие камеры что все доводило до иступления всех абстрактных гуманистов европы сегодня в этих камерах вдвое больше детей содержится втрое больше возможно чем раньше и при этом медиа об этом не пишет да потому что они доступа не имеют их не пускают туда извините что вас прерывает давайте попробуем принять звонок давайте конечно с удовольствием добрый день пожалуйста добрый день спасибо за передачу ефим скажите пожалуйста кто сейчас посол израиля в оон женщина о которой я говорил не посол а был она была представительницей израиля на этой на этой конференции посвященной бойкоту израиля в рамках он посол израиля в оон я сейчас не помню фамилии типа эллад к сожалению у меня нет пособий здесь под рукой а не помню этого просто сознаюсь но это новый человек еще до пришедший во время не таньягу это не уже нового правительства человек моя фамилию не помню у нас есть еще звонок добрый день пожалуйста прошу прощения прошу прощения и богу если он пройдется добрый день серёжа пожалуйста одну минутку не отключайте меня я читал эту статью на интернете выступление там было написано премьер-министр новак но там вверху была цитата не цитата а дата 2024 год это кто-то статью это написал там написано все все правильно ну да ну это скорее с это премьер-министр премьер-министр это точно не премьер-министр я знаю чем идет речь это интересно представительница израиля что касается двадцать четвертого года боюсь что вас подвел подвел этот интернет эта страничка потому что я читал это это от апреля двадцать первого года совсем давно буквально давай давай было на втором да там было написано где-то ссылка внизу да а добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уже мы этим скажите пожалуйста какие шансы у марин ли пен выиграть выборы есть у нее какие-то шансы или и опять как сказать обкрутят вокруг пальца и высунуть другого какого-то соперника да то что вы описали в одном предложении это абсолютно точно абсолютно точное описание ситуации то есть шансы у марин лю пен сейчас есть и они достаточно велики сейчас она по опросам обходит макрона по популярности другое дело и вы совершенно правильно указали на то что избирательная система франции предельно сложна и бессмысленно у марин лю пен которая набирает чуть ли не до половины но скажем в самом худшем случае до 40 процентов всех голосов у нее нет почти представителя один-два вообще в национальном собрании округа построены так я уже не говорю по пропаганде что не по не пробиваются ее люди туда сейчас у нее вполне хорошая ситуация она идет голова в голову или опережает макрона но там не исключено как вы правильно сказали вариант что выставят какого-то нового неизвестного коня никому не известного и на ней сосредоточится вся пресса на его поддержке дело в том что поддерживать макрона сейчас уже становится сложно довольно он крайне не популярен в стране не популярен буквально вчера произошла комическая история когда на встрече с трудящимися как говорили у нас макрону влепили пощечину один из трудящихся он подошел барьерчику отделяющую толпу чтобы поздороваться и поприветствовать и один из этих людей вместо того чтобы приветствовать врезанную изрядную пощечину на самом деле вы бросились тут же разумеется охранка бросилась его обуздывать и на самом деле вы арестовали двоих людей арестовали но сам факт это же чудовищно для премии для президента который хочет считать себе надеждой франции так далее так далее то есть то что вы сказали стопроцентно верно марин люпин сейчас имеет хорошую позицию весьма она ко всему еще кстати ведь произошла удивительная история она несколько адаптировала свою идеологию или риторику адаптировала к ситуации она уже не выступает а как агрессивно с одной стороны с другой стороны макрон на наоборот довел свою риторику до максимума возможного он выступает против слишком большой роли мусульман в стране он запрещает строительство религиозных учреждений для мусульман в ряде городов франции и так далее то есть он пытается отбить избирателей у марин люпин так что посмотрим это в любом случае это будет это будет исключительно напряженная ситуация голова в голову они идут и только возможно от них самих зависит сейчас кто победит эти двое или третье пока никому неизвестная фигурка спасибо спасибо вам 847 4 0 до гелат ирдан сейчас послал гелат и пока вопросов нет поэтому продолжим тогда я скажу еще просто в порядке вот дополнение к тому что уже было но и сказано вами по америке любопытные любопытная ситуация складывается вокруг камалы гаррис либо месяца полтора-два назад доверена южная граница америке вы знаете ситуация с беженцами и прочее через два месяца после после фактически этой новой роли которую она взяла на себя два месяца она вообще не показывалась на границе она вообще туда не приезжала хотя местные гувернеры штатов вопили о помощи и объявляли ситуацию кризисной она сейчас поехала как вы знаете в центральную америку ватемалу гондурас никарагу она привезла обещание больших денег но ведь что любопытно и она взяла совершенно трамповскую риторику оставайтесь там где вы есть не приходите это после того как они облили помоями президента трампа за то что он не про не пускай беженцев с юга стену построил так сейчас она приезжает к ним со словами лучше к нам не ходите потому что выселим выселим депортируем вместо этого мы предлагаем большие деньги естественно говорят тут же на месте и кстати сами политические деятели этих стран говорят но простите у нас же совершенно коррупционное правительство вы же не можете дать эти деньги прямо людям вы перешлете через банки правительством а правительство разворуют как положено это до смешного доходит потому что потому что президент гватемалы именно она поехал туда в первую очередь он сказал но я же чистый как лиля я же посмотрите а ничего никогда не украл я не не разворуете деньги это детские 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 детский лепет вы сами понимаете так вот когда она туда приехала вот что любопытно для самих американцев ее не встречали с плакатами приветствуем прогрессивную вице-президент шу соединенных штатов нет ее встречали в массе с плакатами да большие демонстрации там были с плакатами трамп вон на трамп победил как и неприятно было смотреть на это ну вы знаете ее рожу это партийная рожа которая не выражает ничего кроме кроме самодовольства она разумеется смотрела на эти плакаты но думаю что в душе у нее все таки грызлась что-то неприятное потому что обидеть в гватемале трамп вон это не очень приятно по-русски вон звучит как вон а на самом деле это там победил так вот она приехала раздавать миллиарды раздавать миллиарды через правительство она называет это инвестиции инвестиции имеют вполне конкретное содержание это какие-то мосты дороги шахты предприятия черт не знает что но ждать строительства мостов дорог это всегда сложно тут можно четыре года прождать и уйти с позором поэтому отдаст это конечно правительству байден и его комарили раздали столько миллиардов уже по миру и собираются давать дальше вот он сейчас едет в европу для чего для того чтобы раздавать это в ситуации когда многие американцы живут за чертой бедности или во всяком случае отнюдь не в довольстве так вот ее визит в центральную америку это тоже пример вот это этого ханже ства которая проявляется словах и делах этого правительства я повторюсь словах которые идут по стопам трампа и доводят до справедливости до про до удачного конца то что он начал и ему заслуга принадлежит это остановка беженцев бесконечных хотя они то и не смогли остановить но риторика то сейчас такая к нам не ходите у нас ничего вы не получите это стена которую они собираются достраивать все это и раздача этих пособий которые трамп начал они потом продолжить то есть я не вижу ничего в чем они могли бы выложить на стол вот это сделали мы они даже комиссию не довели до ума потому что не дали им республиканцы а сейчас у них и в отношении выборного закона проблемы с манченым сенатором то есть любопытно мне а при этом комментаторы пишут время то на исходе время когда можно было что-то принимать на исходе это предпринимать что-то делать на исходе вайдана остается очень мало времени сейчас будут правительственная сенатский конгресс каникулы и прочее и и фактически происходит разочарование даже в его собственном лагере поэтому они задумали вот такую издевательскую вещь арестовать трампа за финансовое уклонение какие-то и держать его в тюрьме не знаю насколько воспринят воспринят это американский народ да вы справедливо заметили что похоже этот ричард один закон о выборах которые не пафосным называют там people people сайт или что-то такое на самом деле это закон который бы позволил им нарушать все мыслимые немыслимые нормы а уже мертвецам голосовать да и и придать этому всем этим нарушением законное значение очень хочется верить что манчин все таки но судя по его последнему высказыванию вроде твердо стоит на позиции голосовать против а в этом случае у них нет большинства и таким образом таким образом закон не пройдет чему на самом деле как бы кто-то там в соцсетях высказался что своим голосованием манчин спасает америку и похоже на то при всем при том что он является демократом но он представляет западную вирджинию это мог штат который славен своими шахтерскими традициями а это администрация любая демократическая администрации будь то обам of sky будь то-то байденовская не просто убивает выгли добывающую промышленность они убивают нефтедобывающую промышленность они добывают газа добывающую промышленность то есть все отрасли энергетики они убивают то есть пытаются Настолько Повысить, скажем, цены на углеводороды Чтобы она дошла До безумных цен На возобновляемую энергию И таким образом Еще любопытная тема Которую мы будем наверняка Из раза в раз Повторять, касаться Это, конечно, встреча 16 июня Байден-Путин Это очень любопытная штука Где все зависит от Тончайших нот Даже если Это не приведет Никакому результату и не будет принято Никакого Совместного заявления И в этом случае Байден окажется в проигрыше, потому что Это он слезно просил Дважды позвонив Путину, просил об этой встрече Если она оказывается Безполезной, безрезультатной Тогда получается Что же ты просил так слезно Так что, а если заключат Между прочим, сейчас существует письмо Огромного количества Виднейших деятелей всего мира В Америке наверняка пишут об этом Чтобы наконец-то произошла Между ними разрядка Так как это могли себе позволить В свое время Никсон Так как это Рейген с Горбачевым сделали И так далее То есть Просят слезно Разрядки Но ведь разрядка В ситуации, когда в России Устанавливается Жесточайшая диктатура Это уже поражение Запада Как разрядка Это значит Допустить опять Россию На все форумы Снять все санкции Или большинство из них Сейчас уже и так выглядит Америка смешно Когда она позволила России достроить Северный поток 2 Это что ж такое Трамп задержал На почти на полтора года А на пятый день После воцарения Байдена Возобновились работы И вот сейчас Они успешно Завершены В каком же это виде Предстает Это Америка И не прав ли Трамп Который говорил Я Путину Разумеется Отвешивал Всяческие поклоны Но это было По принципу Мягкости Или да Жестко спать Потому что При нем При Трампе Он мог говорить В адрес Путина Что угодно Но делал он Жестко Все Только для того Чтобы сдержать Россию А наоборот Полное Я прошу прощения Полная задница Заверений Как я этому Путину Дам по рукам Это убийца И прочее И совершенно Жалкое Поведение Человека Подчиненного Человека Явно не чувствующего себя Господином в доме Это вот Соотношение Пайден Путин Все остальное Прилагается Потому что Уже сейчас Идти на любые уступки Позорно А Пайден ждать Чего угодно Только не уступит Наоборот Сильные руки Жесткие политики И прочее Интересно Демократы Все время Критиковали Трампа За Якобы Его Ну Несопереживание Правам человека Что он никогда Не поднимает Этот вопрос О правах человека Беседуя С теми Или иными Лидерами Тех или иных Стран Вот мне интересно Во время встречи С Путиным Скажем Байден скажет А вот вы нарушаете Права человека Я где-то читал Кто-то такой Написал в соцсетях А Путин ему скажет Подождите-ка А вот у вас 6 января Проходила мирная Демонстрация Ну Хорошо это Или плохо То что люди Вошли в здание Капитолия Наверное это плохо Но ведь 400 человек Там с лишним Были арестованы А некоторые из них По сей день Сидят в тюрьме И люди ведь Шли без оружия И шли они С политическими требованиями То бишь У вас получается Политические заключенные То есть А что касается Свободы слова Если вы затыкаете Ротцу Ему президенту Не даете ему То есть Я не знаю Если Байден Поднимет этот вопрос Путин вполне Может сыграть Таким образом Байден Будет выглядеть Полным идиотом У Путина Это уже Домашняя заготовка Давно заготовлена Поверьте мне Это уже даже Опробовано в России Это уже Лавров сказал Мы сейчас Являемся Единственными В мире Защитниками Прав человека Посмотрите на Америку Она попирает Права собственных граждан И эту Этот козырь Они будут разыгрывать Он же очень удачный Он же очень выгодный Выигрышный Понимаете Они будут его разыгрывать И Байдену будет трудно Говорить Это заключенное Но это же правильное заключенное Это же цензура Но это же цензура Правдивая Правильная Нельзя же всем Давать слово То есть Будет В роли Полного Идиота Нечто подобное Уже имело место быть Если вы вспомните Встречу министров Иностранных дел Китая И США В Анкориджи Где Китай Китаец 20 минут Отчитывал Блинкина Как первоклашку Провинившегося Хотя по регламенту Каждому было отведено До 4 минут Вступительного слова И китаец Обвинил Американскую сторону В нарушении прав человека Расизм Вы же сами Об этом говорите Что у вас существует Расизм Вы угнетаете черных Причем системный Причем неискоренимый Причем Причем Как сказал Байден Сам Это его слова И его нужно цитировать И цитировать Он сказал Что нам не угрожает Исламское государство Нам не угрожает Хамас Или другие какие-то Джихады И прочие Исламские терроризмы Нет Нам угрожает Белый терроризм Вот они Супрематизм Является терроризмом То есть Все белые Супрематисты Это всякие Кто отказывается Признать себя Младшим братом Брата черного Они все являются Главными террористами Но это же Он дает сам Козырь и Путину Абсолютно Будет играть С этими козырями Разумеется Интересно Порой Действительно Они ставят Сами себя В совершенно Идиотское положение И нас Граждан этой страны Которые уважают Конституцию Которые Не согласны С той политикой Которую реализует Нынешняя администрация А порой Дискутировать Довольно сложно Скажем Комментарии На ютуб канале Во время наших передач И там Скажем Люди Из других стран Пишут Подождите А у вас Вот что происходит И действительно Порой Ну ты не можешь Сказать Что это не моя вина Это вина этих Идиотов Которые проголосовали За этого маразматика За этот режим Это они ведут себя так Ты представляешь Эту страну Поэтому Аргументов Чтобы оправдать Действия этого режима У меня просто нет Ну разумеется Именно так это и обстоит И к счастью Вот я слежу Все таки За настроениями В американской прессе Все чаще Появляются голоса Самих же Вчерашних Активных Байданистов Которые говорят Что-то не так Идет Ребята Вы мало делаете Вы ничего не успеваете Никаких реформ Вы не проводите А то что делаете Оно как-то подозрительно Сейчас уже идут В адрес Фейсбука Со стороны Демократических Адвокатов Жалобы на то Что вы нарушаете Вообще-то говоря Все правила Вы даже не выполняете Требования Надзорного совета Которые вы сами И придумали И поставили туда Якобы независимых Вы и его требования Не выполняете Что такое Вот вы на два рока На два года Заткнули Кляпом Рот Трампу На два года Почему на два Не на пять Не на год Не на три месяца Это кто определяет Чтобы выборы прошли Промежуточные Ефим Огромное спасибо Как всегда Очень интересно Информативно И до встречи В следующий раз До встречи Привет всем Кого Увидите Спасибо Кто знает Всего доброго